Ожидание с продолжением. Уже больше 15 лет женщина с ограниченными возможностями не может дождаться получения жилья. Многочисленные обращения в городской отдел ЖКХ результатов не дали. Одинокая женщина-инвалид не способна сама оплатить аренду квартиры, потому вынуждена снимать комнату. Света Сидахметова в свое время работала бухгалтером Талдыкурганской швейной фабрики «Ажар». Однако после серии инсультов оказалась ограниченной в движениях. Неспособная ненормально говорить, не двигаться, она потеряла работу. За неимением дохода собственной крыши над головой приобрести так и не удалось. У меня своя страница в инстаграм. Добрый Талдыкурганец. Бывает так, что люди обращаются с просьбой им помочь. Кто как, кто продуктами, кто лекарствами. И женщина обратилась, она дворник, и попросила помочь своей подруге. Объяснила ситуацию, что женщина-инвалид, перенесла 4 инсульта. Одна сторона у нее парализована. И попросила помочь продуктами. Так как у женщины пенсия маленькая. Вот несколько раз мы оказывали продуктовую помощь. Иногда я сама привозила, иногда наши волонтеры, иногда люди со стороны, просто которые хотят помочь. Сейчас Света Сидахметова живет в квартире у такой же одинокой пенсионерки. Более пяти лет снимает у нее крохотную комнатку за 22 тысячи тенге. Ей, инвалиду второй группы, государство ежемесячно выплачивает 49 тысяч. Оставшейся суммы едва хватает на существование, не говоря уже о положенном здоровом питании, обогащенном витаминами. Со слов 52-летней женщины, она уже порядка 15 лет стоит в очереди на жилье. Как вспоминает Света Сидахметова, им с мужем все время приходилось скитаться по съемным квартирам. После его смерти и вовсе ютилась, где придется. По словам начальника отдела ЖКХ, женщине остается лишь дождаться своей очереди. На данный момент Света Сидахметова 27-я в очереди. По программе, через которую она у нас зарегистрирована и числится, свое жилье сможет получить только в следующем году в 8-м микрорайоне, потому как идут строительные работы. В эксплуатацию дома будут сданы в марте-майе следующего года. Волею судьбы, оказавшаяся одна, да к тому же ставшей инвалидом, Света Сидахметова надеется, что ее услышат власти города и области. А мы со своей стороны будем держать этот вопрос на контроле.